Продолжение следует... 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 Через несколько минут в зал ворвалась перепуганная женщина и закричала... Помогите! Там человека убили! Продолжение следует... Так начиналась эта драматическая история, в которой было все... Интриги, погони, страх и жажда мести, ставшая сильнее желания жить. Впрочем, пусть обо всем расскажут настоящие профессионалы. Чермен Маргоев. В 1978 году лейтенант милиции считает, для любого расследования важна слаженная работа всех подразделений. Вячеслав Морозов. В 1978 году старший лейтенант милиции, уверен, хороший оперативник должен знать обо всем, что происходит на его территории. Константин Губаев. В 1978 году капитан милиции, мастер диалога, способен разговорить любого подозреваемого. Юрий Газюмов. В 1983 году майор милиции, уверен, оперативники особая каста людей. И поэтому безошибочно узнают друг друга в любой точке мира. Марик Лейкин. В 1978 году капитан милиции с первого до последнего дня службы в органах внутренних дел старался быть на передовом фронте борьбы с преступностью. 1978 год. Советские граждане празднуют 60-летие ВЛКСМ. В этом году СССР запускает в космос один за другим три международных экипажа. В мире тоже все неплохо. Рабочие из заводов Форда в Великобритании добиваются увеличения заработной платы на 17%. Королеву Айтылу, архиепископа Краковского, избирают папой римским под именем Иоанна Павла II. Всемирная организация здравоохранения объявляет о том, что вирус оспы уничтожен в природе и в небольшом количестве имеется лишь в специализированных лабораториях. В СССР учреждена юбилейная медаль 60 лет вооруженных сил СССР. Начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя». Тем временем в Северной Осетии появилась своя неуловимая и жестокая банда, в войну с которой вступили сотрудники местной милиции. Центральный городской парк всегда был любимым местом отдыха жителей Орджоникидзе. Так в годы советской власти назывался Владикавказ. В этот парк приходили семьями. Здесь встречались влюбленные. Старики с утра до ночи играли в шахматы на скамейках. Но именно здесь, в 1978-м, произошло преступление, потрясающее своей дерзостью и жестокостью. Поступило сообщение на 02 дежурной части МВД, что совершено убийство. Выехала туда группа, и выехал туда Губаев Константин Абрамович, который работал на тот период, если не ошибаюсь, начальником уголовного розыска этого райотдела. Услышав, где произошло убийство, сыщики не сразу поверили своим ушам. Кто мог осмелиться совершить преступление, на виду у десятков свидетелей? В парке было многолюдно. Поэтому вот этот вот, ну, само как будем так сказать, даже не дерзость, а вот обстоятельства и место совершения, они, конечно, сбудораживают. Из каждой минуты шокирующих подробностей в деле становилось все больше. Прибывшая на место опергруппа обнаружила тело у входа в ресторан «Нар». По тем временам попасть туда мог далеко не каждый. У дверей всегда дежурил швейцар. И вдруг такое? Видим, действительно, на ступеньках, прямо, лестниц, лежит человек окровавленный, лужа крови, очень много было крови. Человек был такой, как бы, упитанный, здоровый такой молодой человек. Казалось, хуже и быть не может. Странные подробности громкого дела. Мы подняли на дыбы, грубо говоря, всю систему. Охота на домушников. Как говорится, вся республика стояла, весь город стоял на дыбах. И неожиданное открытие следствия. Потрудились хорошо, нормально. Довели ее до откровения. Высшая мера. Когда установили личность убитого, сыщики поняли, о случившемся придется сообщать высокому руководству. На месте, значит, было установлено, что потерпевшим является офицер военный, старший лейтенант. Он вместе со своими друзьями отмечали какое-то событие. Примерную картину происшествия восстановили сразу после осмотра места и тела погибшего Евгения Третьякова. Молодого мужчину не просто зарезали. Удар пришелся в почку. И он потерял уже ориентацию. И тогда накинулся на него. И я думаю, что больше 30 ножевых ударов нанесли. Что могло послужить причиной такой жестокости? И почему убийца действовал настолько дерзко? А главное, что это? Аффект или сознательный вызов милиции? Шумное было очень дело. Достаточно сказать, что с момента совершения и до раскрытия, ежедневно, утром, по каналам, по ведомствам, в том числе и политбюро, секретарят, МВД, прокуратуру, КГБ, вот наши ведомственные руководители докладывали о ходе этого дела. Оперативники начали опрашивать всех, кто был в ресторане, и поблизости от него во время убийства. Параллельно отрабатывалось сразу несколько версий. Одна из версий была, что убийство совершено в ходе возникшей драки между двумя группами, отдыхающими в ресторане. В ресторане, если убийство совершается, без таких этих не может. Потому что конфликтная ситуация какая не будет. Друзья Третьякова рассказали. Они отмечали приобретение автомобиля. Купить автомобиль в СССР было задачей не из легких. С одной стороны, благосостояние большинства граждан этому не способствовало. С другой, система торговли, в которой все решалось через очередь. В 70-х, в связи с повышением уровня жизни советских граждан, продажи автомобилей в стране возросли. Вступили в строй ВАЗ и Ижевский завод. Но все равно очереди достигали такой длины, что иногда получить автомобиль можно было только лет через 10. Поэтому большинство авто стали продавать через предприятия, которые сами распределяли автомобили между своими сотрудниками. Евгений Третьяков, как военнослужащий, смог приобрести машину по льготной очереди. Евгению приглянулась девушка за соседним столиком, и он пригласил незнакомку на танец. Похоже, это задело сопровождавшего ее мужчину. Тот демонстративно ушел. Евгений поспешил за ним и больше не вернулся. Опыт подсказывал сыщикам. На почве ревности происходит немало страшных преступлений. И расправа над офицером вполне могла пополнить их список. Девушку допросили. Она назвала имя своего жениха, с которым поссорилась незадолго до того, как ее пригласил Третьяков. Но ревнивец оказался ни при чем. После задержания мужчина признался. Был зол. Когда увидел, что соперник идет за ним, очень хотел избить его. Но отлично понимал. Физическое преимущество явно на стороне Третьякова. Поэтому ни разговаривать, ни драться не стал. Поймал такси и уехал, прежде чем офицер успел нагнать. Алиби подозреваемого подтвердил таксист. Другая версия. Он вышел по своим делам на улицу и на него напали. В ночь убийства оперативники опросили не менее сотни возможных свидетелей. С помощью официантов составили план рассадки посетителей и повременной график прихода и ухода всех, кто был в ресторане. Но очевидное оказалось невероятным. Никто из людей, находившихся поблизости от места преступления, не смог вспомнить ничего, что помогло бы следствию разобраться в случившемся. Оперативники продолжали работать. Отработка ранее судимых, отработка лица, которые в конфликтных ситуациях были с подпоряжением и так далее. На причастность к убийству офицера проверяли не только ранее судимых за убийство. Задерживали и опрашивали хулиганов, пьяниц, заядлых дебошей, наводили справки о душевно больных. Подняли, грубо говоря, всю систему. Отрабатывали не то, что там подозреваемых в совершении каких-то уголовных преступлений, краж и так далее, но даже административно арестован. Ничего. Прошла неделя, другая. Сыщики работали, не зная отдыха, но в деле об убийстве Евгения Третьякова по-прежнему не было ни одной зацепки. А между тем, заботу сотрудников местной милиции с каждым днем становилось все больше. В то время у нас участились квартирные кражи по городу. Очень много было квартирных краж. Круглосуточное наружное наблюдение велось почти за каждым домом. На выявление квартирных воров были ориентированы не только сотрудники милиции, но и так называемый негласный аппарат. И вот, наконец, через скупщиков, краденного осетинским сыщиком, удалось выйти на след двух подозреваемых. Через несколько дней наблюдения за ними, группу воров взяли прямо на месте преступления и с поличным. Но оперативники понимали, в данном случае рано праздновать победу. Ведь предстояло еще доказать причастность задержанных к другим эпизодам. На наш маленький город действовало 3-4 группы активных таких. Вот представьте себе, это в день у нас выходило, ну, где-то до десятка квартирных краж. Когда квартирных воров поместили в СИЗО, началась секретная внутрикамерная разработка. О деталях которой даже спустя десятилетия ветераны сыска говорят с большой осторожностью. Пристанье внимания уже мы обращались, чтобы, ну, как создать улюзну этому задержанному. В целях, потому что одна квартирная кража не совершается. Так, как правило, это серия. 19-летняя Елена Бзарова оказалась одной из тех, кого взяли с поличным на квартирных кражах. На допросах у следователя девушка вела себя дерзко, но к сокамерницам быстро прониклась доверием и пустилась в откровения, которых никто не ждал. Потрудились хорошо, нормально. Довели ее до откровения, можно сказать, в сокамернике. Где вдруг, значит, что она боится больше всего не этих краж, а мокрого дела? По-моему, тогда еще забуждение, что вояку замочили. Получив такую агентурную информацию, сыщики даже растерялись. Услышанное никак не укладывалось в голове. Самой девчонке воровки убийство офицера-богатыря было явно не по плечу. Но какова тогда ее роль в этом деле? Константин Губаев решил выяснить это лично. Ну, я смог найти с ней вообще зуб. Два дня где-то вот так я потратил на нее, на беседу. Кстати, и до позднации беседовал. На сей раз переговоры с подследственной оказались не напрасными. Я получил явку с победой от заранее. И она расписала, как это было, и кто участвовал, и как это происходило все. Во время следственного эксперимента с Бзаровой удалось полностью восстановить картину убийства Евгения Третьякова. В тот вечер Елена Бзарова тоже отдыхала в ресторане «Нарк» со своими приятелями Годжиевым, Готновым и Гусовым. Компания отмечала возвращение Гусова из мест лишения свободы. Бзарова и ее приятели ушли вскоре после появления офицера. Молодые люди вышли к дороге и стали ловить такси. Но все попытки оказались безуспешными. Тогда Елена вспомнила, что видела машину, похожую на такси, возле ресторана и предложила вернуться. На подходе к Нару они столкнулись с Евгением Третьяковым, который возвращался в ресторан. Увидев незнакомцев рядом со своей машиной, тот спросил, что им надо. Волга стояла возле ресторана, и они к нему обратились говорить. Она, Яков, подошла и попросила отвезти их. Офицер объяснил молодежи, он никуда не едет. Наоборот, возвращается за стол, где его ждут друзья. Этот отказ стоил ему жизни. Страшный конец преступного братства. Нанес ему очень много ножевых ран, более 30 ножевых ран, после чего утопил его крючки. Чрезвычайное происшествие в СИЗО. Обеспечили ему победу. И перестрелка в советской сберкассе. Она не растеряла, значит, поделиться за этим наганом. Высшие меры. Годжиев догнал Третьякова и ударил ножом в спину. Но физически крепкий офицер не упал, а попытался дать отпор своему обидчику. Тогда Годжиев снова ударил его ножом. А потом еще и еще. Третьяков был уже мертв, когда убийца заставил всех, включая Бзарову, нанести Евгению Третьякову по несколько ножевых ударов. Так Годжиев превратил свидетелей в соучастников убийства. Она про страшные вещи рассказывала. Как будто бы рассказывала, ну, я не знаю, про комедию, которую вчера посмотрела. Елена Бзарова назвала не только имена своих подельников, но даже их адреса. Тем не менее, разыскать преступников оказалось непросто. Пикник у реки был в самом разгаре, когда к ним подошли трое незнакомых парней. Друзья насторожились, но чужаки вежливо поздоровались и предложили. Мы собираемся в футбол играть, а людей не хватает. Может, вы с нами? Казбек с радостью согласился, несмотря на то, что никто из его приятелей не одобрил этого рвения. А когда вернулся к своим, даже не сразу понял, в компании не достает его девушки и лучшего друга. Пошли прогуляться вдоль реки, объяснил один из приятелей. Казбек направился вслед за ними и скоро увидел то, чего никак не ожидал. Эти двое целовались. Его охватила ярость. Через минуту парни дрались не на жизнь, а на смерть. Потом лучший друг выхватил нож и отдалил его. Казбек упал замерзом. Поиски убийц старшего лейтенанта Третьякова продолжались. Оперативники проверили родных каждого из подозреваемых. Побывали у их знакомых. Но никто из них не знал точного местонахождения приятеля. Годжиева, Гусова и Готнова объявили во всесоюзный рост. И скоро осетинские сыщики получили сообщение от коллег из Крыма. Пришла ориентировка. В Крыму задержан некий Годжиев, который, судя по вашей ориентировке, подозревается в совершении тяжких преступлений. Но не успел Маргоев до конца оформить формальности, связанные с отъездом. Как от крымских коллег пришло еще одно экстренное сообщение. Тимур Годжиев совершил побег из СИЗО. Рассказывали, что табак матер, глаза дежурному побег. О том, что произошло дальше, сотрудники милиции до сих пор вспоминают с изумлением и признаются. Если бы услышали подобное от посторонних, никогда бы не поверили в такое невероятное стечение обстоятельств. Но что было, то было. Подтверждено свидетельскими показаниями и протоколами. Наш опер вот с Владикавказа то ли отдыхать приехал, то ли в командировку. Сейчас тоже не могу сказать. Мы работали в промышленном вместе Калмана в Эльбрус. Эльбрус не имел отношения к расследованию убийства Третьякова и поискам Годжиева. Однако, как все сотрудники осетинской милиции, отлично знал его в лицо, благодаря ориентировке на розыск. Калманов загорал на берегу, когда увидел мужчину, бегущего в его сторону. Оперативное чутье мгновенно подсказало, неспроста бежит в такую-то жару. Наверное, что-то случилось. А когда через секунду отпускник увидел еще и милиционеров, в его голове мгновенно созрел план действия. Он под ноги чемодан бросил, и схватил его, зашил его, и поймал. И тащил обратно. Но это было до нашего приезда уже. Тимура Годжиева снова водворили в СИЗО. Вскоре за ним и прибыли оперативники из Орджоникидзе. Сотрудники милиции понимали, Годжиев очень опасен. А их ждал совместный перелет из Крыма в Осетию на обычном пассажирском самолете. Необходимо было сделать все возможное, чтобы обезопасить от него окружающих и не допустить никакого проявления агрессии. Поэтому приняли решение ввести преступника в заблуждение. Успокоило его, что по квартирным этажам тебе придется ответить на счет убийства. Мы с ним не говорили. Наручники, документы оформили, самолет, и в негодах нас встретили. И привезли его сюда. Оказавшись на родине, Годжиев понял все и не стал отрицать свои причастности к убийству Третьякова. Начался сбор доказательств его вины, допросы, следственные эксперименты. И ни разу за время следствия он не проявил ни тени раскаяния в содеянном. Очень дерзкий, наглый тип. И вот из-за наглости вот так он много заставлял отступать. Ни на что не посмотрит. Вот решительный. Лишь бы вот и то, что он задумывал, обычно он реализовывал. Его жестокость не укладывалась в голове. Сыщики снова и снова задавали подследственному один и тот же вопрос. Зачем он продолжал бить ножом уже мертвого Третьякова? Он говорил, может быть, он как бы косил на их языке, говоря, на дурачка. Мне, говорит, внутренний голос пока подсказывал. Бить, бить, бить. Так он объяснял, почему он столько ранений нанес. Но когда следствию стало известно о месте нахождения Казбека Гусова, вопрос о психическом здоровье Годжиева встал ребром. В Пятигорске на берегу реки обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти. Тело сильно пострадало, тем не менее, личность погибшего установить удалось. Им оказался Казбек Гусов. Когда Годжиеву сообщили о смерти друга, тот, не моргнув глазом, ответил. Знаю, это я его убил. Услышав такое признание, сыщики поначалу предположили. Годжиев лжет. К угрызениям совести он не склонен. Так зачем сознался? Просто морочит голову, чтобы затянуть следствие, посовещавшись, решили оперативники. Виданное ли дело, чтобы преступник сознательно осложнял свое положение? Но не допросить Годжиева после его признания не могли. А когда допросили, сделали запрос на психиатрическую экспертизу. Поверить в то, что нормальный человек может так запросто убивать, было трудно. В общем, говорит, пока, как он потом сам рассказывал, пока, говорит, рука не устала, я, говорит, наносил удары. Годжиев спокойно и подробно рассказал о том, что сделал с бывшим другом. После убийства Третьякова, Годжиев, Гусов и его девушка вместе пустились в бега. Уехали в Пятигорск. Там нашли подходящую компанию и вместе отправились на пикник. Потом Гусов отлучился, а когда вернулся, застал друга со своей девушкой. Гусов Казбек начал с ним разборки, разбираться стал, выяснять отношения. И в ходе этих отношений Годжиев его зарезал, можно говорить так. Нанес ему очень много ножевых ран, более 30 ножевых ран, после чего утопил его в речке. Тимура Годжиева обследовали психиатра. Обвиняемый в двух невероятно жестоких убийствах был признан вменяемым. Дело Годжиева передали в суд, который приговорил его к высшей мере наказания – расстрел. Никто и представить не мог, что точку в этом деле ставить пока рано. После вынесения смертного приговора, поведение Годжиева внезапно изменилось. Неожиданно для окружающих в нем снова проснулся зверь. И этот зверь отчаянно рвался на волю. Он должен был до утверждения приговора находиться в СИЗО, но там он выражал всевозможные угрозы в адрес администрации СИЗО, в адрес отдельных сотрудников СИЗО. То решили перевести его в СИЗО города Нальчика. А вскоре в Осетию пришло экстренное сообщение. Приговоренный к расстрелу особо опасный преступник Тимур Годжиев сбежал. Там подкупили, якобы даже посадили от какого-то прапорщика, что ли, работника следственного изолятора, который его выпустил. Обеспечили ему победу. Убийцу снова объявили во всесоюзной розыске. 1981 год. Северо-Осетинская АССР. Город Ольджиникидзе. Жигулёнок притормозил у обочины. «Здесь пойдёт», — уточнил водитель. Вместо ответа пассажир, сидевший рядом, молча кивнул и открыл дверь. Вслед за ним из машины вышли ещё двое. Оглядевшись по сторонам, быстро зашагали вперёд, и скрылись за углом. Вскоре в дежурной части милиции Ольджиникидзе раздался звонок. К нам поступило сообщение, она в дежурной части МПД, о том, что на сберкассу совершено нападение. Разбой на нападение с применением оружия. После такого сообщения по тревоге была поднята на ноги вся милиция города. По этому преступлению ежедневно собирал министр начальников подразделения уголовного родственника, чтобы ему докладывать о проделанной работе результатов. Ну, первый, конечно, спор был с нашего одники дня. «Храните деньги в сберегательной кассе». Этот лозунг был хорошо знаком каждому советскому человеку. Многие так и поступали. Сберкасса считалась самым надёжным средством защиты собственных капиталов. Разумеется, в первую очередь, свои кровные рубли люди стремились защитить от воров и грабителей. Как правило, это действительно помогало. Хотя и в советские времена случались исключения. Сберкассы тоже грабили. Каждому из таких преступлений присваивался статус «дело особой важности». Не стал исключением и случай ограбления сберкассы в Арджоникице. Константин Губаев выехал на место происшествия в составе оперативно-следственной группы. Недалеко здесь. Площадь Штыга называется в этом районе. Совершенно было нападение, вооружённое нападение на отделение Сбербанка. С завладением там имеющихся денег прострелили женщине ногу. В момент нападения в сберкассе не оказалось никого, кроме единственной сотрудницы. Она себя очень смело там повела. Она не растерялась, значит, полезла за этим наганом. У них же служебные наганы у всех были. В каждой сберкассе их обучали стрелять. И, конечно, отняли у него это оружие. Пострадавшая сообщила, налётчиков было троли. Все молодые, крепкие. Но из-за стресса и боли подробно описать внешность нападавших не смогла. Оперативники занялись поиском возможных свидетелей нападения. Прочесали все окрестные кварталы. Побеседовали с десятками людей. И к вечеру всё же нашёлся свидетель, показания которого стали решающими в расследовании. Девочка маленькая, в возрасте 5 лет, которая запомнила, что именно. Стоящая машина недалеко от её дома. Это также в квартале от совершения преступления. Малышка рассказала, машина простояла во дворе недолго. Но её водитель волновался. Ходил кругами и постоянно смотрел на часы. А потом к нему прибежали ещё трое взрослых мужчин. И они все вместе уехали. Особая примета. Они ночью приехали и сказали, что вот есть такая машина, есть такой парень. Погоня за смертником. Срочно стали разыскивать Годжиева. И необычные детали выездной спецоперации. И потом обязательно на Одессу фильм. На киностудию. Для того, чтобы без грима вы не ходили. Высшая мера. Сыщики не надеялись узнать от девочки ничего больше. Каких ещё подробностей можно ждать от ребёнка. Но скоро поняли. Им попался бесценный свидетель. Когда я спрашиваю, машина какой марки. Она сказала, что жигули третьей марки. Почему третьей? Всё-таки ребёнок маленький. А у нас такая машина. Цвет. Сказала машины. И сказала, что на переднем левом крыле машины она шпаклёвкой покрыта. Ориентировку на автомобиль грабителей немедленно разослали всем постам. На поиски жигулей был ориентирован и негласный аппарат. И скоро Вячеслав Морозов получил информацию о владельце объявленной в розыск машины. Когда они ночью приехали и сказали, что вот есть такая машина, есть такой парень, ну, как, имеет связи среди преступного элемента, мог бы быть там, потому что вот буквально они видели недавно эту машину. Такой характерной приметой, как зашпаклёванное крыло. С утра Вячеслав Морозов доложил начальству о том, что узнал и получил разрешение на задержание подозреваемого. Но на сей раз оперативники опоздали. Машину грабителей задержал сотрудник патрульной службы ГАИ Геннадий Сидоров. Он её заметил, эту машину, и потом уже, значит, когда подошёл владелец, его задержали. Задержали, сейчас помню, предоставили в Ленинский райотдел. Сыщики быстро поняли, тот, кого они задержали, скорее свидетель, чем соучастник. Молодой человек, студент, ну, конечно, его попросили. Он их знал, он не был, как бы, по своей сущности преступником. Ну, лояльно относился, как бы, знаком был с этими ребятами. И те его попросили обслужить их. Всю серьёзность своего положения и преступления, совершённого с его участием, студент осознал, лишь оказавшись в кабинете следователя. Он охотно отвечал на вопросы и назвал имена двоих налётчиков. Но кто был третьим? Ответа на этот вопрос следователю пришлось добиваться несколько дней. И в конце концов парень сдался. Фамилии организатора ограбления он действительно не знал. Но из сказанного им сотрудники милиции сразу поняли, о ком идёт речь. Его зовут Тимур. Говорят, он был к расстрелу приговорён. На тот момент приговорённый к расстрелу в Осетии был один – Тимур Годжиев. С этого момента все силы милиции опять были брошены на его поиски. Срочно стали разыскивать Годжиева, и поступила информация, что он уехал на Черноморское побережье. Из Абджиникидзе в разные города на поиски преступника отправились сразу три опергруппы. Одна группа Волгаре с Быковским Василием Павловичем, Хладоновым Казбек Борисовичем, Ирубаевым Владимиром Георгиевичем выехала на побережье, вот, если не ошибаюсь, Сочи. Другая группа Газюмов, Хуриев выехали в Одессу. Третья группа тоже выехала куда-то на побережье и занялись розыском, потому что это был особо опасный человек. Юрий Газюмов стал одним из тех, кому довелось задержать Годжиева. Это случилось в Одессе. Настроены они по сообщениям источников наших. Очень агрессивно и сдаваться не собирался. То, что группа была вооружена, мы тоже знали уже. Прежде всего преступников надо было выследить. И оперативникам это удалось. Они верно рассчитали. Годжиев с приятелями обязательно захотят побывать в центре города. Там их и решили поджидать. Но прежде осетинским сыщикам предстояло выполнить необычный приказ руководства. Группа Годжиева и все остальные, они нас очень хорошо знали. Они всех оперативников знали. И сказали, первое, что вы сделаете в Одессе, это придете в уголовный розыск Одессы. И потом обязательно на Одессу фильм. На киностудию. Для того, чтобы без грима вы не ходили. Когда гримеры закончили работу, Газюмов с коллегами перестали узнавать не только друг друга, но и самих себя. Однако, делу это не помогло. На жаре грим быстро потек, и от него пришлось избавиться. Видели они нас. Он не такой уж, конечно. Узнали, потому что нас знали все о них. Задержание не просто сорвалось. Как позже выяснилось, эта встреча могла стоить оперативникам жизни. Когда их задержали, тогда мне следователь сказал, да и работали с ними ребята. Половко, вот, по его подельнику Годжиева, говорит так. Это, говорит, Газюмов с ребятами приехал по нашу душу, говорит. Поэтому, говорит, у меня предложение завалить их, говорит. Но Годжиев подельника не поддержал. Их окружили сотрудники милиции. Годжиев отстреливался до последнего патрона и только после этого сдался. Его снова этапировали в Арджиникидзе. Состоялся еще один суд. Подельникам Годжиева присудили от 5 до 10 лет лишения свободы. А для него договор остался прежним. Высшая мера. На этот раз он был приведен в исполнение.